ПЕСНЯ Признаемся честно, мы немножко устали от европейских автомобилей. Мне захотелось чего-нибудь большого, чистого, свежего, японского. И вот, пожалуйста, с помощью бокса Форсаж, фирменного тюнингового бокса Форсаж, мы едем сегодня и представляем вам новинку Toyota Spacey. Она не производит впечатление лимузина. Но вот если заглянуть внутрь, мнение сразу поменяется. Маленький, японский, большой лимузин. Это действительно очень большой автомобиль и названный от слова Space. Что в переводе является как космос, так и пространство. Так вот, пространство в этой машине, мягко говоря, навалом. Все дело в том, что это не мини-вэн, а универсал повышенной вместимости. Возникает логичный вопрос, а куда девать столько места? Отвечаем. Хотя японцы, люди в общем-то невысокого роста, но в этой машине спокойно размещаются четыре баскетболиста. Да-да, четыре. Все дело в том, что задние сидения, они рассчитаны на два человека, просто сдвигаются. И если не баскетболист, то можете поставить еще ряд детских сидений. Итого получается шесть мест. При своих габаритах очень маленьких. Здесь можно увезти, ну, как говорится, черта. Возможности трансформации салона просто миллионы. В том числе, если очень хочется в дороге покушать и пообщаться с задними пассажирами, передний пассажир может развернуть на 180 градусов свое кресло и спокойно общаться. Правда, водителю будет скучновато. Но это, по-моему, небольшая проблема. Машина отличается при своих больших габаритах абсолютно небольшими аппетитами. Двигатель 1.6. Коробка, разумеется, автомат. Японцы вообще, скажем честно, заботятся о себе. И забота у них такая какая-то странная. Обязательный кондиционер, гидроусилитель руля, климат-контроль. Ну, приличная, очень приличная аппаратура. И абсолютная, абсолютная ремонтопригодность. Запчасти на эту машину не проблема, потому что это Toyota Corolla Spacey. Климат-контроль, правда, механический. Вы знаете, у нас уже такие заправки. Нам нужен уже электронный. Ну, вот здесь стоит механический, соответственно, с кондиционером, электронный спидометр. Причем с отдельным счетчиком, для того, чтобы вы с момента заправки смогли замерить расход топлива. Моментальный и на протяжении того участка, где вы едете. Не зря сказано, что пора японскому автомобилестроению прекращать попускать машины с правым рулем. Потому что большую часть времени они будут ездить по правой стороне дороги. Так вот, из собственного опыта. Никаких проблем для меня лично правый руль не представляет. С такой площадью остекления, как вот в этой машине, правый руль вообще не будет являться какой-либо проблемой. Потому что видно абсолютно все. И видно очень хорошо. Полный электропакет, включающий в себя и складывающиеся для парковки зеркала. Аж противно. При всех, казалось бы, таких очень средних характеристиках при нажатии на газ все нормально. Полетели. Любые мелкие неровности или крупные неровности она проходит без удара отбойника. То есть вы практически на кузове ничего не ощущаете. Да, колеса там что-то выдыхаются. А машина едет себе. Везет пассажиров. И на банное, и в лес. А тем более в лес. В большой компании. Теплый. Ездить на автомобиле Toyota Spacey можно. А теперь немножко о цене. Цена автомобиля 8 тысяч долларов. Гаражное хранение и единственные руки. То есть состояние просто идеальное. Так вот, для справки. Такую машину за такую цену вы в Новосибирске не найдете. А здесь, пожалуйста, фирменный бокс-форсаж и машина ваша. Субтитры сделал DimaTorzok